Всем привет, дорогие друзья! С вами Катархонт и у нашей стайсере Красной Финляндии. Продолжаем. Кстати, я тут вздумал, надо бы заменить нам немножко наши цвета прекрасные. А то как-то он немножко, знаете ли, совсем одинаково. Так, ну что, пойдем? Пойдем покажем туркам, что такое мы. Да, надо будет пробраться вам даже, не знаю, вот досюда. Вам, между прочим, то же самое, друзья мои. И тоже пробраться примерно вот. Ну да, в принципе, вот так вот. Ну что, поехали, отправим наши части. Посмотрим, смогут ли они вообще это сделать. Надеюсь, то, что да, у турков, в принципе, должны быть слабые войска. Стамбул. Стамбул. Придется призывать Советский Союз в эту войну, это не очень хорошо на самом деле. Он понял, он понял смысл, да? Он решил увезти отсюда войска. Молодец, молодец. Да, перестраивай все войска сюда. Этот скоро Бобо ждет. Очень большой. Мы же постараемся этого Бобо избежать. Так. Ой-ой-ой, ясные дни, да? Отменяем это дело. Я хочу сделать вот что. Добавить везде артиллерию, ребят. Не знаю, как это отразится на наших людских ресурсах. В принципе, должно хватить, да. Все? Да. То есть арта у нас влезла прям удачненько, ребят, сюда одна. Отлично. Еще бы сюда ее добавить, конечно же. Тут ширина фронта. Из пехотный батальон-то он слишком много съест. Это тысячи будет. Их не так много, конечно. Ну-ну-ну-ну-ну. 14 и... 17. Ну, давайте. Тоже сделаем вот так вот. Сейчас у нас очень много улетит, ребят, конечно. Блюдских ресурсов те же самые. Эх, это 10 тысяч почти, ребят. Да-то я вижу, вижу то, что еще 5000. У нас, походу, тут все Бобо будет. Ну-ка, давайте-ка удалим. На самом деле, вот так вот оставим. Пускай у нас часть людских ресурсов все-таки будет. Вообще, честно, не знаю, ребят. Это рискованный план, на самом деле. Так вот взять и напасть. Кто его знает, как это пройдет дело вообще? Может быть, и не зайдет. А может быть, и зайдет. Кто его знает? Сотенька заводов. Мало очков. Очень мало. Идеологическая обработка скоро. Нациидинство нам даст. Конечно, нам бы людей побольше, ребят. А не вот эти всякие там обработки. Так, мурпехов чуть качнули. Да подожди ты, ставь все на паузу. А ты... Это хорошо, на самом деле. Мы улучшили. Так, сороковой, сороковой. Так, улучшение ресурсов. Эффективность увеличения ресурсов нам уже как таковая и не нужна. Так, тут 41-й. Танки. Танки-танки, да? Что вы нам скажете хорошего про танки? Да ничего, в принципе, да? Так, ну давайте. Флот у нас тут следуется. Подлодка, в принципе, максимального уровня. Я думаю, кроме подлодок мы здесь ничего не будем особо использовать. Перехват торговых конвоев, да. Наверное, то самое, чем мы и будем страдать, ребят, с вами все это время. Так, ну что, наши части более-менее готовы, да? Ну да, в принципе, все прибежали, все готовы. Показывает нам то, что, в принципе, шансы у нас есть. Так, у нас сейчас еще и бонусы пойдут. Подожди. Хорошие бонусы. Что нам там дали, кстати? Посмотрите, к обычной пехоте противотан... Пехотную атаку к валерии небольшие бонусы. Ну, в целом, везде по чуть-чуть, ребят. Ну, как всегда, в принципе. Везде понемножку, везде по чуть-чуть, и уже как-то смотрится неплохо. Народу, конечно, просто не хватает, ребят. Вот это главная проблема. Нельзя над территориями делать, к сожалению. То, что ты захватил, и это на самом деле печаль. Так, берем атомные исследования. Они очень долго будут. Эй, погодь. Какие там... Какой там еще истребитель? Чего? Это ускорит наши исследования на целых 2%, ребят. Целых 2, 2%. Вы-то сколько думали? Целых 2. Да. Перевооружение, да, нам надо очень много? Но перевооружение у нас замена идет. Арты в том числе и пехотки. Это хорошо. Так, идеологическая обработка. Дальше у нас идет политические комиссары. Скорость становления, коммунизм, политическая власть на 200. Давайте. Что нам мелочиться-то? Что нам мелочиться-то, да? Я бы вот с радостью взял сейчас все взрослое население, но это столько минусов даст. Это просто ужас, ребят. Минусов тут просто ужас. Ну, что нам из этого надо? Если так подумать. Тут уже все использовано. Превосходство в воздухе, соответственно, нападение. На подготовку нам не нужен, в принципе. На морфлот уже есть. Ну, давайте возьмем на корабли. Время исследований кораблей. В принципе. Почему бы и нет? Второй венский арбитраж. Очередная проблема легионерской Румынии. Венгрия вступила в ось. Венгерцы молодцы. Революция. А, это мы революцию устраиваем. Я думаю, тут уже революцию. Думаю, с какой это стать революцией здесь? Эй, в о чем, да? Нет, это мы устраиваем. Так, нацединство. Да-да-да-да-да-да. Нет, все на самом деле. Ребеди не очень интересные. Нам бы человечка более интересного на власть, но нет. Так, до сюда мы скоро докончаемся, да? Хорошая вещь. Крайское соглашение. Да, Красная Финляндия. Очишки нашей власти, да, ребят? Ощущаются везде по чуть-чуть. Как у нас там? Строится, да? Строится, строится. Убийство. Ватроцкого. В принципе, что мы не выберем, разницы особой не будет. Так, ведь зима у нас скоро 45 будет. Отлично. Так, а мы здесь исследовали машинку. Отлично, давайте-ка берем шифрование. Даня капитулировала. Но этого стоило ожидать. Третий рейх, по-моему, здесь проблем никаких точно бы не испытывал с заданием. Так, он теперь может перебраться сюда. Ну, конечно. Почему я не удивлен, потому что я там не защитился ничем. Он может туда перебраться. Ну, в принципе, пока еще 40-й год и все такое, поэтому вряд ли. Допустим, да. План считается рискованным. Ну, а ты-то что хотел? Риск – это наше дело, ребят. Это дело благородное. Да, мы тут, боюсь, даже не продавим. Ну, хотя, давайте, кто не рискует, тот не пьет шампанское, да? А, я хочу шампанское, поэтому нападем. Так, очки пока покопим. Тут кого? Демократ, фашист, идейный борец. Все. Больше никого, ребят, нужного здесь вообще не наблюдается. Ну, честно, как-то не очень, да? Самолеты в резерве, истребитель, штурмовик, шурмовик и штурмовик. Да, у нас всего в запасе, ребят. Даже легких танков в запасе, истребителей, штурмовиков. Ой, допки-то сколько, пехотки, арты. А что вы мне еще прикажете строить-то тут? Автотранспорт побольше, он тоже никуда не нужен. Самолеты транспортные, они нам, в принципе, очень сдались, ребят. На самом деле, да, транспортные самолеты как-то вообще никуда не зайдут. Так, а сколько у нас? Две тысячи? На самом деле бы, ребят, знаете, что я сделал? Таких ресурсов много требует. Ой-яй-яй-яй-яй. Смотрите, сколько мы просто их сейчас потеряем. Да. Чего? Тысяч? Все. Запросов больше нет, ребят. Ну и людей из таких ресурсов тоже больше нет. А зато мы немножко качнули нашу армию. Теперь у нас, как вы видите, потери поменьше, возмещение потери получше. Потеря опыта, возмещение потерь. Эх, ну так скажем, взяли на свою голову, ребят. На самом деле, за Афину все-таки не захвата надо, а на Скандинавию, в принципе, захватить и держаться в этой территории. Вот то, что мы делаем, это небольшой перегиб, на самом деле, да, в плане развития. Лицких ресурсов очень сильно не хватает. Нельзя нас анализировать регионы, дорогие ребят. Ну, можно было бы. Мы получали с них не три призывника, к примеру, а нормальное число. Где-нибудь в районе, там, тысячи двадцати, тридцати отсюда, наверное. И это было бы прекрасно, на самом деле. Все-таки, почему это люди не вступают к нам, к примеру? Почему бы им вдруг не вступить? Что они какие противные, да? Не хотят с нами вместе повоевать? Хотят, хотят, ребят, на самом деле. Просто стесняются. Политические комиссары сейчас. У нас скорость состояния дивизии еще подрастет. Это вообще прекрасно. У нас быстро-быстро-быстро это добро будет идти. После комиссаров там что у нас? Фанатизм, а нацедивство, атака дивизии на нацтритории, защита. Бонус к электронике, промышленности. Все, всему хорошему, очень хорошо выглядят. На самом-то деле, ну да, в принципе. Да, коммунисты у нас, конечно, просто всю власть захватили. Политические комиссары, вот. Скорость состояния дивизии. Вообще, наверное, там у нас просто пенная сейчас будет. Когда у нас там уже война-то? Как дивизии там много. А война, война, война. Уже 31 октября. То есть совсем немножко, ребят. Кстати, людские ресурсы постепенно подрастают. Истребитель межвоенного периода. Он нам очень нужен сейчас однозначно. Давайте-ка возьмем полевой госпиталь нового уровня, лучшим его показателем. Здесь 420, ребят, политической власти. Ужас. Просто ужас, на самом деле. Никуда танки мы не исследуем. Бонусы поддержки с воздуха нам не нужны. Вот все взрослое население. Ну здесь такие минуса. Это просто ужас. Хотя, с другой стороны, нам-то что? Нам нужна армия сейчас. Нам нужны войска. Так, а теперь смотрим. Десантные суда. Мы берем с вами шифрование. Было дешифрование теперь. Так, отлично. Ну что, объявляем войну? Дабы не было повадно нашим друзьям здесь. Объявляем войну, конечно же. Завоевание. Призываем союзников. Да-да-да. А что хотели? Чтоб сразу битва прошла? Нет. Мы сейчас постоим какое-то время. Так. Ну что, я могу выбрать наконец-то все взрослое население? Да. Я могу даже всех под ружьем. Время подготовки, скорость трительства. 25-20 процентов даст, на самом деле. Ой, ребятки, ребятки. Это... Беру я это дело. Не знаю, хорошо ли это, плохо ли. Но мне кажется, плохо на самом деле. На самом деле, да. Мне кажется, что это не очень хорошее дело. Да. Такое себе удовольствие. Давайте арту сюда еще и, наверное... Судя. Сохраним. Так, здесь мы... Не-не-не, погоди. Пехоту. Пехоту. Не морскую, а простую. На 19. Давайте. Так. И морпехи. Морпехи. Морские. Котики. У нас чуть побольше сделаем. Ладно, все. Вот так вот. Давайте на обучение поставить, что ли. Обучить, добавить, 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 добавить. Пять. Да, давить они, походу, вообще не собираются. А, так мы же Советский Союз не призвали. Я смотрю и не пойму, ребят. А че не так? Че не идет война-то? Че-то вроде бы не так, да? А мы Советский Союз-то не призвали. Я-то еще думаю, че за проблемы-то такие? А Советский Союз-то не с нами? Да ты-то куда? Эй. Против морпехов нет? Нет у тебя приема, дружок мой. Против морпехов ты никто. Отлично. Ладно, сейчас додавим. Выдавливай их отсюда. Нет, уже не выдавишь. Ну ладно. Так, отсюда тоже. Ладно, начинаем давить, на самом деле. Эй, Советский Союз, а ты не хочешь ничего там? Просить регион, конечно. Вот сейчас спорим, то что в войне, да, больше у них влияния. За что? Бомбардировки, ребят. Бомбардировки, оккупации, потери и все остальное. Их не волнует. Зачем? Бомбардировки-то у... У кого-то лучше. Я молчу просто. Я молчу, ребят, на самом деле. Я не хочу ворчать за бомбардировки, за все остальное добро. Но это, конечно, неприятно. А я конструктор. Главный командующий ВВС. Да. Ну и кого мы тут возьмем? Давайте конструктор истребителей. Забьем уж раз такое дело. Почему бы и нет? Но сразу, смотрите. Так-так-так-так-так. Баланс меньше, 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 меньше. Но вроде все нормально пока что. Так, 8 и 1, да? Здесь тоже 8 и 2 арты. Это 2 ширина фронта. Так, морпехи. Я вас тут хочу сделать, знаете, такой угрозной силой. Вот. Смотрите. Будете сейчас тут нагибать всех. Будете сейчас тут всех... А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля просто делать. Вы же способны, да, ребятки? Так, шифрование исследовали. 40-й год. Ну, пойдемте теперь исследовать скорость строительства быстрее. Там убираем бонусы. Здесь получаем. Почему бы и нет, в принципе. Между прочим, мы почти целый регион забрали. Передать регион. Попросить регион. Конечно, нам скажут нет-нет-нет. Крепление Дальнего Востока делает. Ну, людских ресурсов хотя бы, ребят, теперь уже достаточно, да? Как вы можете заметить. В принципе, вроде давим турков. Не так-то они легко сопротивляются. И, кстати, я что-то не вижу, чтобы здесь советские войска помогали. Единственное, что они танковые войска здесь пытаются приводить. И все. Это вся их помощь. Вся их прекрасная помощь. Просто. Ну-ка. Можете? Или не можете? Нет, не особо могут, на самом деле. Хотя, вот сейчас переняли инициативу. Но организация падает. Да, если бы не организация, на самом деле. Сейчас бы продавили без проблем. Ладно. Жалко, конечно. Ну, что поделать. Так, а там? Там наши, да? Ладно, давайте. Развернем все это добро. Эй. Окей. Мэй, я и тебя хочу развернуть. Да, молодцы. Истребитель-штурмовик. Истребитель-штурмовик. Тут и так, в принципе, очень много всего. Вот опять-таки, смотрите, 91. Просто бомбардировки ему делают все. А мы оккупации, потерями, всем остальным пытаемся как-то, я не знаю, там, затащить что-ли. Давай, давай, давим, давим, давим. На самом деле, плохо, что стоим без дела. Сейчас тут немножко фронт как раз расширим. Сейчас через горы приберемся. Заставим врага немножко потрепетать в этом случае. Да куда ты? Ну куда? Ой. Прямо аж сказать-то нечего. Ну что ты делаешь? Вот что? Морпеха, кстати, можно было бы давно отсюда убрать, на самом деле. Давай, дружок, иди сюда. А постройкам что, ремонт нужен? Нет, не нужен. А тут, в принципе, не наша территория, поэтому смысл. Даже, если бы он был и нужен, мы бы его бы и не сделали. Так-то. Так, а ты сюда не хочешь? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Я не дам тебе пока уйти. Так, идеологический фанатизм. Отлично. На родную территорию бонусы. И обмен технологиями берем. И я не успеваю. Так, погоди, давай еще задерживай их. Слушай сюда внимательно, дружочек мой. Я, конечно, очень рад, но давай ты пока тут. Во, молодец. Отлично. Все, сделал то, что я хотел. Мы тут, как видите, горы отобрали, часть гор. Это очень важно, на самом деле, было. То, что через горы пробиваться потом, это вообще бред. Вот советский севсот. Теперь, честно, попросить регион. Фиг тебе. Фиг тебе. Просто. Как бы согласен, но как бы и нет. Да, бомбардировки просто жмут. Мы турков давим в одиночку. В одиночку, ё-моё. Ну вот. Сколько у них там? У них 40, 100% выничают. Ну да, они тут потерями. Красуются. Красуются потерями. Конечно, это звучит так. Так. Ну здесь, здесь не пробить, да? Скорее всего. А нет, пробили, смотрите-ка. Ступил здесь враг. Здесь, не знаю. Нет, продавим, в принципе. Да, продавим. Отлично. На самом деле, они очень легко продавливаются. Что меня радует. Честно, надо будет сделать что-нибудь с этими бомбардировками. Может, мод какой-то скачать, ребят. Но это, честно, не суть. Вот бомбардировки, всё, военный счёт его 90%. В 90, ребят. Из-за того, что он просто бомбит. Ну хоть, чтобы меня забомбило, да? Падение Каира. Меня тоже может забомбить. Ладно. Это была плохая идея. Атаковать одной дивизией, да? Явно плохая. Нет, они уже сами поняли, что надо так делать, да? Ладно. Продвигаемся, кстати, в Турции. Нет особого сопротивления. И, кстати, люди тратятся. Да, людей очень много уходит на эту войну, на самом-то деле. Перехват торговых конвоев. 41-й год. Берём мы с вами на максимальную эффективность производства. Ещё один бонусик. Исследование минус 13. Скоро тут ещё минус 5. Это даст. У нас, в принципе, уже всё здесь закрыто в этом деле. Ну, да, ещё ВВС остались. Но... Что им там делать, в принципе? Помогаете здесь? Да, помогают. Прекрасно. Делают то, что надо. Преимущество во флоте, да, у нас тут? Всё, мы отсюда их тоже выгоняем, ребят. Смотрите, как хорошо идём. Просто. Просто. Просто прекрасно. Ну чё, Советский Союз. Ну, отдай мне хоть один регион-то. Нет. Вообще нет, ребят. Он ничего кроме бомбардировок не сделал. Ничего. Он части, да, продвигает. Но воевать он ими не воюет, можно сказать. Наши части, конечно, молодцы. Вообще сражу в контратаке идут. Просто красавцы. Тут пытаются им что-то противопоставить. Но нет. Просто нет, ребят. Они просто пытаются что-то, пытаются. Но мы такие, нет, 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 нет. Отлично. Контратаки. Сейчас пошли. Смотрите. Смотрите, забираем новые территории. Я так понимаю, у нас тут уже генерал, да, должен быть прокачан. Да, он получил горного стрелка, рейнджера. Тут что? Тут команда только пока что. И рейнджер постепенно подбегает. Наши части просто молодцы, ребят. Смотрите, половину Турции уже съели. За полгода, можно сказать. Да, мы молодцы. В принципе, вроде как, ну... О, Трабзон готов отдать, да? Самсун готов. Давайте-ка Малатию заберем. Ну-ка, подождите. По карте ресурсов. Мне нужны ресурсы в первую очередь. А тут ничего нету. Ну, так неинтересно, между прочим. Так неинтересно на самом-то деле. Так, что здесь? У нас фабрик нету, нету, нету. Нету. По миллиону, конечно, человек. Это хорошо, да? Население хорошее, все такое. Но смысла от этих территорий никаких. Поэтому и смысла нам забирать тоже нету. Такуем, атакуем. Мы не даем вам, в принципе, организацию даже поднять, как я смотрю. Ведь тут что-то наши войска встали. Ну-ка, 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 ну-ка. Да, надолго не хватит, конечно. Так, мы туда успели. Отлично. Я, главное, хотел успеть на самом деле. Ай, это все равно. Так, тут уже взяли новый остров. Остров. Новый порт, ребят. Остров. Порт Артура, да? Так, тут еще. Отлично. Продвигаемся, кстати. Очень хорошо. Уже половина взята. Турция. Ну, к советскому что-нибудь сделал? Нет. Только бомбардировки, ребят. До сих пор. Поймите, до сих пор только бомбардировки. Вот вы понимаете этот смысл? А я понимаю. Не знаю какой, но я его прекрасно понимаю. В частности, то, что он нифига не делает. Нифига, ребят. Пытается прикрыть. Ну, ладно. Все, стоим, 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 стоим. В обороне. Здесь уже проблем не должно быть. Идешь сюда. В Анкару надо выйти, на самом деле. К Анкаре побыстрее бы. Так, ну, здесь ты и так справишься, в принципе. Давайте пока дальше. Закругляем здесь. Атакуем. Не даем им восстановить здесь организацию. И, в принципе, с двух сторон, да. Забираем Анкару сейчас. Отлично. Анкара пала, ребят. Давай, давай, давай. Да, Анкара пала. Ну, военный счет подняли. Да, немножко. Отлично. Ну, уже, знаете ли, это радует. Так, давайте-ка сюда. Тут морпехи что-то у нас баламутят. А ты куда? А ты давай сюда. Че это? Че это? Мы не сможем, что ли, пробраться дальше? Сможем. Давайте дальше Анкары продвигаемся. Оставляем турков трепетать. Они уже чуть-чуть, на самом деле, и все. Так, а ты сюда давай. Закроем проход. И все. Так, полевой госпиталь. Отлично. Новый уровень полевого госпиталя. Очень хорошо. Так, и берем мы здесь с вами концентрированную промышленность. Еще один уровень. Смотрите. Ох, а тут-то мы как отрезали их. Смотрите. Ох, а какой компьютер тут неплохо себя повел-то. Смотрите-ка, реально неплохо. Ну, он умудрился здесь закруглить эти части. Ну да, здесь уже шансов нет. Да, я думаю, а че здесь сопротивления-то особого нету, смотрю. Оказывается, ему удалось закруглить там обмен. Так, Сямская империя капитулировала обмен технологиями, произошел. То есть у нас скидки, да, появились, и все. Тут уже все закрыто. Секретное оружие, можем электроника. Ох, между прочим-то. Давайте-ка возьмем вещь хорошая, как я посмотрю. В дюджет, давайте-ка. Победное очко там. В принципе, еще чуть-чуть и Турция падет, да? Да. К сожалению, в Северской Союзе все бомбардировками забрал. Просто, ребят, все бомбардировками. Это, конечно, дико на самом деле. Ну нет, нет, нет. Ну куда ты? Вот куда? Ты на самом деле здесь нужен. Да, даже не к тому тебя подключил еще. Давай. Так, шифрование, дошифрование. Скидка на радиообнаружение. На что у нас еще скидочки есть? Так. На арту. Да, вот. Берем на арту. Раз есть скидка, так, в коню давайте здесь. Надо забрать. Как-никак тоже победное очко. Да и при том, без защиты, можно сказать, вообще. Поэтому почему бы и нет? Так, погодь. Ты можешь продавить Стамбул? Нет. Слишком мало, да? Один против двух. Давайте вдвоем тогда продавите. Просто если мы уроним Стамбул, то тут, конечно же. Так. Асинь Дзянь отправить войска хочет. Четырнадцать в составе экспедиционного корпуса. Нет, дружок. Извиняй. Я, конечно, рад, что ты мне так доверяешь и все прочее. Пятое. Но нет. И я скажу тебе нет. Потому что это нет. Турция сейчас скоро все пойдет, ребят. Турции осталось совсем чуть-чуть, на самом деле. Так, погодь. Давай-ка ты сюда. А тут мы... Да, мы закруглили их войска. Отлично. Просто прекрасно. Турецкий марш прям, я не знаю. Просто. Просто прекрасно себя показывают. Так, тут тоже их без порта сейчас оставим. А там они уже без порта. Почему бы и нет, да, в принципе. Давайте. Уроним, уроним их кавалерию. Да куда ты? Все сюда. Все сюда. Вы должны, должны давить. Давите дальше. Так, ну что, ребят. Давайте-ка на этом серию заканчивать. Смотрите, как мы хорошо продвинулись в Турцию. Мы просто, я не знаю, разорвали их. Хоть вроде их и было больше, но мы смогли. Мы приняли наконец-таки закон на все взрослые проходят службу. Ну, что поделать. Воевать-то надо кому-то, ребят. В принципе, воюют. Причем неплохо. У нас тут флот, кстати, постепенненько увеличивается. Хотя бы подлодки, ребят. На самом деле уже неплохо. Такое количество подлодок уже может порадовать. С ресурсами все прекрасно. То есть, как видите, у нас уже и нефть есть. Вроде как, да. Потому что мы построили этот заводик, да. Который он добавляет нам резину. Он тоже добавил нам двоечку. То есть, мы, в принципе, уже проблем-то особых не испытываем с ресурсами. Сами с усами, как говорится. Сами готовы в случае чего защищаться. И в случае чего показать врагам, что такое Финляндия, да. Ну что, ребят. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Если так, то не забудьте поставить лайки, прокомментировать. Дайте советы, если такое имеется. Ну и ждите следующих серий, где мы продолжим. Всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok